Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Санторо, с вами как всегда Ольга и тема нашего расклада сегодня мысли мужчины о вас сейчас. Как всегда у нас три варианта и первых три карты, что между вами. Давайте посмотрим. Итак, что между вами сейчас? Вы находитесь в переглядках, в общении или в отношениях? Если в отношениях, в каких отношениях вы сейчас? Какие нити судьбы объединяют ваши жизни? Мысли мужчины о вас? Что он о вас думает? Что думает о вас? Какие мысли кружат у него в голове? Когда он вас встречает? Когда с вами общается или вспоминает о вас? Итак, на сегодняшний день его планы, как он воспринимает ситуацию сейчас, какие планы строит на будущее с вами и действия. Чего ждать? Что в намерениях у этого человека? Дальше эмоции. Эмоции по утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня, когда рядом и когда далеко. Что у него на сердце, что на душе. И посмотрим, какие мысли чаще всего будоражат или радуют, но не дают ему о вас забыть. Какие мысли стучат из-под сознания и толкают его на действия по отношению к вам. Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. Ну, мы начинаем. Первый вариант, первых три карты. Что между вами сейчас? Так, рыцарь жезлов, рыцарь мечей и девятка пентаклей. Ну, что ж, мои дорогие, я, конечно, вижу, что здесь мужчина увлечен. Вот зацепила. Вот понравилось. Видит он вас очень такой эффектной женщиной, которая не особо держит, не особо к себе тянет. Которая очень даже где-то бдительна и, возможно, в вашем взгляде, в вашем отношении и читается. А нужен ли ты мне? То есть здесь мужчина очень может задаваться этим вопросом. А нужен ли он вам, по сути? Увлечение очень сильное. Вы знаете, у этого мужчины много очень мыслей о вас. И действительно, на сегодняшний день есть вот то, такое чувство, как бы и поделиться он не может, да, тем, что вот с ним происходит. Он где-то и бесится, он где-то и ревнует, он, знаете, так взбудоражен вами. Вот прямо зацепила, да, не запланированно, не преднамеренно, ну, вообще. То есть очень вероятно, что у кого-то может пройти ситуация, что это какой-то новый знакомый, да, в вашем окружении человек. А у кого-то может пройти, что это такое вот состояние, даже очень накопленное. То есть этот человек достаточно часто вас видит. И здесь, конечно, я вижу, что как-то вот он воспринимает, что есть у вас выбор, есть из кого выбирать. Здесь человек, знаете, и разговора желает, и действовать хочет, и вас, знаете, как в новый день, в новую историю любви пригласить хочет. То есть здесь у него очень даже такие, знаете, романтичные мысли по поводу вас, с одной стороны. А с другой стороны, вот есть тот момент, как бы и поделиться не может ни с кем, как бы в нем очень много томится и чувств и эмоций, и вот каких-то вот саморазбирательств, скажем это так. С вашей стороны вижу какое-то спокойствие, да, ну пришел, ну пришел, ну появился такой человек в моей жизни, где-то там на пороге, да, где-то познакомились, возможно, вы недавно с этим человеком. И, по сути, сейчас присматриваетесь, да, что это за такой персонаж. Но я вам скажу, что да, произвели на него впечатление, это точно. Какая-то, вы знаете, ваш внутренний мир и какая-то красота, которой вы себя окружаете. И некий вот тот момент, что к вам как и дорожку натоптать надо. То есть не так все просто, да, как вот смаху, с размаху, как бы хотелось. Вот здесь я вам скажу, что да, здесь есть момент, что чувствует, возможно, некие даже и ревностные мысли у него есть по поводу вас. Но здесь человек и действовать хочет, и хочет с вами как-то вот прямо выяснить отношения. То есть здесь вы можете даже столкнуться с таким моментом, что этот человек сейчас как-то и негодует. То есть, возможно, какие-то проявления, какие-то шутки, да, какая-то вот какой-то момент, как бы найти вот эту ниточку, прощупать почву. Возможно, он не очень так удачно прошел у этого человека, да. То есть вы как-то не особо на нем зацикливаетесь, почему-то вы сейчас идете. А у него вот множество мыслей, множество мыслей по поводу вас. Ну давайте посмотрим еще, да. Давайте посмотрим, что между вами сейчас, что сейчас происходит. Ну да, это Пашкубков, это такая влюбленность. Ему хочется вам написать, ему хочется какой-то вот номер телефона ваш, знаете, поговорить о любви, а не о какой-то суете, там, или работе, или еще что-нибудь такое. У вас есть общие знакомые, знаете, люди, которые, по сути, сейчас в курсе и как-то наблюдают, да, что там будет дальше. Но вижу, что вы нравитесь этому мужчине, очень нравитесь. Такая любовь капризная у него, такая, знаете, влюбленность капризная, которая не желает слушать вот каких-то логических объяснений, которые вот все хочет по-своему сделать. Но здесь есть момент, что вы мужчине очень сильно нравитесь. Да, Пашкубков, это вот, вот и вообще он в такой энергии сейчас взбудораженной немножечко. Нет четкого плана действий, нет какого-то понятного течения обстоятельств, да. То есть здесь может проходить кто-то, возможно, и на расстоянии с человеком познакомиться. И, возможно, вы для себя как-то вот, ну, предельно критично вот смотрите на ситуацию. А мужчине вы сильно понравились. Вы знаете, он очень хочет вот вашей взаимности, да. Хочет вас видеть, хочет вашей взаимности. Ну, вот двойка мечей, да, вот такая вот ситуация, как закрыто. Как бы это подняться на высоту, да, посмотреть, что этой женщине надо для того, чтобы вот. Ну, вот я бы сейчас сказала, что у вас вот таких как отношений крепких, их пока что нет. То есть это такой вот момент влюбленности и желание открытия двери, желание что-то изменить, да. Но я вижу, что этот мужчина при мыслях о вас, он ему радостно. То есть здесь даже проходит, что он как бы и сам эти мысли притягивает к себе, потому что о вас очень приятно думать. Вот, ну, вы понравились ему, да, это какой-то вот прямо взрыв, это праздник, это такой фейерверк. Вы его зацепили, вы ему очень чем-то понравились, привлекли его внимание. Вообще-то, знаете, о вас и много мыслей, и какое-то вот очарование присутствует. Но этот человек, как-то вот я вижу, что он как-то вот знает вас поверхностно. То есть это может быть момент, что вы общаетесь, но этот человек вот не находится в каком-то вот глубоком общении с вами. Так вот поздороваться, да, переброситься несколько слов. Но очень мне здесь и проходит, что это может быть какое-то вот знакомство, есть свежее, новое. Покажи, новое ли это знакомство. Вы знаете, что ответ да, и ответ показывает это знакомство большой перспективы. То есть если у вас действительно вот такая ситуация, то это может быть новый знакомый или человек, которого вы знаете поверхностно. Но ситуация может, знаете, очень так даже выигрышно для вас обернуться с этим человеком. То есть, ну от него будут действия, да, от него будут действия от этого мужчины. Давайте посмотрим еще, что между вами. Ну вы знаете, как-то вот не упустит он вас все-таки. Вот не упустит, вот как-то рассмотрел, что-то он у вас увидел и осознал, что вот как-то сломан меч. То есть этот человек, он не будет играть где-то уже на сегодняшней даже стадии вашего общения, ваших таких, знаете, первых моментов узнать друг друга. Он понимает, что он как-то, вы его обезоруживаете, вы сломали ему меч. Этот человек, знаете, очень даже характерный. Но ему очень хочется с вами определенного компромисса. И здесь есть некая устойчивая позиция этого человека, вот касаемо вас. То есть да, вы ему нравитесь, это безусловно. Сказать, что это прям такая глубокая любовь. Очень пока что все паряще, все очень так поверхностно. Но вот карты показали, что есть перспектива очень даже на развитии. Более того, вот вы сможете найти подход к этому человеку. Хоть, возможно, первоначально ваше впечатление о нем было. Вот он какой-то вот, возможно, немногословный, немножко холодноватый, очень такой сосредоточенный и какой-то напряженный. То есть вот когда вы с ним сталкиваетесь, у вас впечатление, что человек какой-то вот прямо в напряжении находится. Очень вероятно, что это и так. Но здесь есть некий такой момент, что это человек пока что что-то может вскрывать. То есть вскрывать свою симпатию и то, что он вами буквально любуется. Вы очень красивая женщина. В нем есть тот момент, некая такая, знаете, нотка ревности от этого человека. Это дает ему осознание, что вновы ему неравнодушны. И он не просто вами любуется, все-таки он хотел бы быть тем человеком, который вправе вас ревновать прямо по-настоящему. Неравнодушны. Ну, давайте посмотрим. Думай, это вас. Прямо думай, это вас. И Херафант. Вы знаете, что очень даже вы можете найти пучку друг к другу. Я здесь, конечно, вижу некую вашу, да, такую позицию, а получится ли, а стоит ли вообще, да, вот как-то вот калитку в свой мир открывать. Мой ли это человек? Ну, я вам скажу, что от него будут действия. И Херафант, он как бы показывает, что вам будет истинно видна. Истинно видна. И по сути, вы знаете, какая-то история здесь прямо намечается по Херафанту. Что за история здесь намечается? Давайте посмотрим. Колесо фортуны. Ну, дальше будет. Дальше будет. Ситуация развиваться будет. Вы еще этого человека не раз встретите, не раз увидите. И с каждым разом вот его проявления будут все ярче в вашу сторону. Ну, давайте посмотрим дальше. Что он о вас сейчас думает? Очень вероятно, что это может быть человек новый знакомый или человек, которого вы не очень так хорошо знаете. Но, тем не менее, знаете, как-то вот вы в мыслях сейчас друг друга. Это да. Это да. Возможно, какое-то было столкновение недавнее или знакомство недавнее. Но вот после этого столкновения, общения какого-то вот с вами или буквально какого-то взгляда, я вижу, что мужчина у вас много думает. И вы о нем как-то вспоминаете. Да. Хотите в нем рассмотреть. Рассмотреть все. И очень даже желательно, да, хотите увидеть какую-то вот эту ложечку дегтя. Есть она какая она? Что в этом человеке вообще есть? Чем он? Чем он нафарширован, скажем так? Чем он наполнен, этот человек? Ну, что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что думает о вас этот мужчина. Девочки, у нас есть три старших аркана. Да, думает однозначно. Очень даже видит вас пару для себя. Очень даже видит вас такую сильную, такую, знаете, притягательную, очень интересную женщину. Очень вероятно, что что-то он как-то сейчас и в тайне держит. Вы знаете, что вот несмотря на то, что между вами сейчас такое поверхностное общение может быть, но это очень сильный человек, это очень-таки энергетически мощный человек, и он вас как женщину способен удержать. И более того, знаете, на сегодняшний день он думает, что за женщина, что за птичка, что за прелестное зрелище, что это за судьбоносное такое столкновение. Да, вот эта сама судьба ее привела ко мне, как испытание какое-то, да. Очень вероятно, что вы прям действительно вот кипятите ему кровь, этому человеку. И он очень неравнодушен, очень даже. Вот есть момент притяжения, есть момент, знаете, такого вот желания по отношению к вам. Вы прямо красавица в его глазах, очень нравитесь этому человеку. Ну да, вот знаете, какое-то вот и ваше решение, и ваш выбор здесь очень важную роль играет. Этот мужчина может быть сейчас в таких энергиях, знаете, от какого-то восторга по отношению к вам до какой-то вот злости, что что-то не получается. Очень вероятно, знаете, что какая-то попытка, возможно, была не совсем удачной как-то вот вас привлечь, да, и как-то добиться чего-то, какой-то связи, да. Возможно, кто-то телефон как-то хотел получить, да, номер телефона, кто-то хотел пригласить вас куда-то, но вот как-то нужных слов не находится. Пока что не нашлось нужных слов. Этот человек ждет очередной встречи с вами, очередного судьбоносного столкновения с вами. Ну, давайте посмотрим еще. Вообще-то, вы знаете, очень так меня мужчина интригует. Такая информация идет очень интригующая. Ну, император, да, то есть я так хочу, но он такой очень уверенный, очень где-то даже, возможно, упертый. И пока что в вашу сторону, да, вот здесь поначалу пошли такие вот легкие какие-то энергии, но я вижу, что мысли его очень даже так сосредоточены. Такая женщина достойная императора. Такая женщина вот очень-очень понравились. Я вижу, что да, понравились. Ждет встречу, прямо мне проходит, что он ждет встречи с вами. И вот теперь он как-то вот не упущу, не упущу какой-то возможности, да, вот как-то не упущу, не отдам и вообще. Да, этот человек очень даже себя чувствует сейчас немножечко такой нетипичной для себя ситуации. То есть очень вероятно, не то, что ему легко дается общение с женщинами. Просто вот такого желания и притяжения, ну, возможно, и не было, да. Вот как-то с вами образовалась определенная интрига. Интрига, то есть я вижу, что вы прям его зацепили. И вы знаете, очень даже проявляйте свой характер. Этот человек готов узнавать вас настоящую. Этот мужчина не строит каких-то иллюзий, а где-то очень даже очарован вашим настоящим. Вот такая, какая вы есть. Нравитесь этому человеку, очень даже он желает определенного вот внимания, да, вашего внимания. Все мужчины в один момент превратились в конкурентов. В один момент. То есть еще вчера вот он, да, с кем-то общался как-то по-дружески как-то. И вот вы как-то возникли на горизонте, и все мужчины оказались конкурентами. Пока что вот я вижу, что как нет нужного мостика, да, еще что-то не выстроено, и что что-то еще не проговорено, не открыто. Хорошо, что думаешь о ней? Ой, меня безумно к ней тянет. Но вы знаете, вы здесь прямо так с завязанными глазами. То есть этот человек не знает вашего какого-то, ваших мыслей, вашего, вашего какого-то расположения, да. Но вот как хочу. Вы знаете, это что он думает? Она может меня приручить. Вот эта женщина может меня приручить. Я прямо вот чувствую, что таю рядом с ней. Это очень такой сильный, уверенный в себе мужчина. И где-то вот даже и упертый. Даже где-то вот с таким, вы знаете, вот я вижу, что в некой степени вот тает его сердце. Потому что вот этот человек прямо, знаете, так строг вообще с миром, который его окружает. Вот что думает о вас? Красивая бы женщина. Вот с вами бы пару создать. Вот с вами бы в отношения войти. Серьезные, верные, красивые. Вот с такими девушками встречаются. Такими девушек влюбляются в таких женщин. Вот я вам скажу честно. Прям такой любви пока что не вижу. Но вот этот момент, что вот не зря связала ниточки судьба. Этот человек где-то боится безответной любви. Вот такой, знаете, которая вот срывает крышу, которая вот не дает покоя. И чувствует, что вот эта любовь, она как будто бы вот уже приоткрыла дверь в его жизнь. И сейчас, да, вы ему сильно нравитесь. И он, знаете, как бы в желании вашей взаимности смотрит на вас и размышляет о том, что... Да, вот с такой женщиной отношения. Ну, он опасается упустить свою возможность, потому что это действительно возможность на счастье. Что думает о вас мужчина? Ну, ну вот прямо много, много мыслей каких-то, подсказки какой-то желает. Думает о том, вот что вам нужно, что вы ищете, чего желаете вообще. Ну, этот человек хочет вас узнать со всех сторон, скажем так. Хочет какого-то времени неограниченного с вами. И он размышляет о том, что вот как-то вот его утянули, да, вот эти мысли о вас, они его утягивают. Их становится все больше и больше. Интереса по отношению к вам становится все больше и больше. Если поначалу этот человек где-то при столкновении, только о вас как-то вот думал, да, как-то обращал на вас внимание, то сейчас этот мужчина прямо думает о вас очень много. Да, и видит вас очень такой гармоничной девушкой. Девушкой, которая вот не дает покоя, да, мысли о ней не дают покоя, мысли о ней как-то вот сбивают с толку вообще, сбивают с толку. Вот такого уверенного, мощного человека застали врасплох мысли о вас. Но вы знаете, да, такой истории еще не было в его жизни, понимаете? Если этот человек даже копнет как-то глубже, вот такой истории еще не было. Здесь мужчина будет добиваться вас, вот прямо добиваться, потому что вижу, что на сегодняшний день вот в этом поверхностном общении, кроме вот неких таких любований, да, пока что особо ничего нет, но продолжение будет, да. Вот карты нам показали, что вот некая история начинает крутиться, да, некая между вами энергия начинает вращаться. Хорошо, вот я здесь хочу спросить, этот мужчина, вот как он, как он для себя видит, как вы его воспринимаете? Ох ты, ну, он считает, что, ну, по сути, правильно, да, то есть, как и вы его так увидели таким мечевым, так и он, знаете, размышляет, что он, возможно, где-то сделал, делает ошибку при встрече с вами, потому что вот он как-то немногословен, и вот при встрече с вами, как-то немножечко мысли его разлетаются. И он думает о том, что, возможно, вы его воспринимаете, ну, от вас как скрыто что-то, что вот как скрыто. Вот почему я как-то вот так закрываюсь, да, почему я так закрываюсь? Мне хочется быть таким интересным, вот таким каким-то вот веселым, да, таким заторным рядом с этой женщиной. А я почему-то вот как-то торопею и думаю только о ее губах, о ее ресничках, да, о ее волосах. Вот какой-то есть момент, что этот мужчина буквально переключается, и он замечает сам для себя, что он не такой, как с другими. Вот он не такой. Итак, что думает? Ну, он как-то опасается, что все можно пройти, знаете, с конкурентами можно побороться, и как-то вот и за женщиной, да, то есть я не вижу здесь, что здесь какая-то проблема в том, что этот человек как-то, знаете, за ухаживание, как или за ухаживанием, какие-то проблемы, то есть здесь ухаживания будут. Есть в его мыслях такая вот ситуация, кто в вашей душе. Очень вероятно, что этот мужчина собирает какую-то определенную информацию о вас, там, с кем вы встречались, с кем вы были в отношениях, как ваша жизнь вообще складывается, что в вашей жизни творится, что-то он, возможно, будет пытаться узнать у вас, но вот ему интересно как-то вот услышать для себя что-то, вот какую-то информацию, которая вот даст ему определение, есть ли у него шанс вообще. Потому что вот общение с вами, оно его утягивает, да, вот чувство его утягивает, и он понимает, что вот он в риске влюбиться в вас и очень сильно. И дабы, знаете, не упасть в эту пропасть, этот человек как-то вот сейчас старается вот прощупать почву, да, вот есть ли у него вообще шанс на отношения с вами. Потому что вот очень тяжело бороться с теми соперниками, да, с тем соперником, который вот в сердце женщины. То есть здесь очень тяжело, и здесь мужчине очень важно, влюблены ли вы в кого-то сейчас, или ваше сердце свободно. То есть здесь это очень важный вопрос. Да, он чувствует соперничество, он понимает, что вот если вы сейчас одна, это вот такая улыбка судьбы, это такая возможность от судьбы, потому что, ну, такая девушка долго сама не будет. И это какой-то вот эпизод ее личного решения, да, ее личной позиции, и здесь этим шансом прямо нужно воспользоваться. Что думает о вас сейчас, мужчина? Вот, ну, задержись хоть на минутку, ну, задержись хоть на минутку моей жизни. Вы как-то вот уходите. И да, на сегодняшний день отношения между вами, они как-то вот на распутье, на определенном на середине реки, и не знаешь, как оно повернет, и будет ли вот это счастье, или все же, да, вы выберете другой берег. Ну, а вот хочется ему, ну, задержись, да, не торопись, обрати внимание, где-то дай мне время какое-то. А вы очень такая стремительная, и очень быстро принимаете решение, и обрубаете какие-то канаты, которые так или иначе пытаются вас удержать. Такая очень стремительная женщина. Вообще-то, чрезвычайно эффектная. И здесь есть вот такая ситуация, что прямо, ну, вот как в смысле вы у него не выходите. Даже я бы сказала, что этот человек размышлял, что вот вы такая прямо как... Я не могу сказать, что он считает, что вы избалованная мужским вниманием. Но, тем не менее, прекрасно осознаете, что вы красивая. И это добавляет вот вам такой вот уверенности по жизни. независимость какая-то. Вот знаете, вот такая прямо свобода. Ему это очень нравится. Ему нравится ваше сияние на сегодняшний день. Но вот я прямо вижу, что этот человек, он будет действовать, он будет проявляться, он будет прощупывать почву. Но если он вам не нужен, он, знаете, как-то вот постарается минимизировать ваше общение, потому что вот страх влюбиться. Вот эти чувства, они уже накатывают, они уже приходят, знаете, и он опасается, что вот он, знаете, попадает вот в такую ловушку. В ловушку чувств. Ну, потому что вы чистый соблазн, потому что вы, да, и как бы ты этого не отрицал, ну вот хороша, вот чертовски хороша. И фигурка, и лицо, и вообще, и вообще, и вообще просто сногсшибательная женщина. И можно просто провалиться в пропасть. На сегодняшний день ситуация его не устраивает, и он будет ее менять. Потому что, ну, очень сладкая женщина встретилась ему на пути. Здесь будет попытка развить отношения. И здесь, конечно, ну, хорошо. Я вот здесь прямо вот и так и спрошу. Если вы не особо будете, скажем так, открывать ему дверь, будут ли более напористые шаги? Будут ли более напористые шаги со стороны этого человека? Вот смотрите, даже если вы не особо будете давать ему шанс, он, знаете, будет идти на какие-то определенные хитрости. Но все равно вот ему хочется вас украсть у всего мира. Потому что, ну, вы просто, просто великолепная, просто вот такая настоящая золотая рыбка. Сокровище, по сути. Уникальная женщина. И такую отпустить никак нельзя. Даже если вы как-то, вот, скажем так, не будете облегчать ему задачу, этому человеку, ну, вот он надолго печалиться не будет. Он будет действовать опять, опять и опять в желании вот все-таки украсть свое счастье. Вот так вот, мои дорогие. Давайте посмотрим дальше. На сегодняшний день, сейчас, как этот мужчина воспринимает ситуацию между вами? Ой, ой, боже, что мой, девочки, мои дорогие. Во-первых, да, встреча вашего, это счастье, безусловно. Но вы знаете, такая вот какая-то, как молнией оно прошибло. Вот здесь я бы даже сказала, жил себе спокойно, и было мне хорошо. Но встретилась вот она, да, и вот вообще вот закрутила мне голову. Ну, нужна, нужна, нравится очень даже. Хочу буквально вот в ее жизни. Ну, все вот так, знаете, как-то не запланировано, прямо мне идет. Не запланировано, просто срывает крышу. Вот сказали, кажется, счастье и так близко, и так какая-то вот женщина прямо опасная. Женщина, которая жизнь меняет. И здесь прямо проходит вот этот момент, что жил себе спокойно, и вроде бы и нормально мне было, да нет. Вот она со своей бурей, со своей молнией появилась в моей жизни, и так хочется хоть прикоснуться, так хочется вот прямо быть рядом с этой женщиной. Ну, давайте посмотрим действия, да. Действия мужчины, его действия на ближайшее время будут ли. Ну, что ж, девочки, пришло время выходить из тишины, пришло время как-то вот прямо, знаете, вот, проявляться. Я вам даже здесь больше скажу, неким будет какой-то предлог, будет какая-то или очередное случайное столкновение, потому что старший орган суд показывает, что вот этого мужчины, спокоя не оставят, да. То есть ситуация будет продолжаться. И вот какие-то нити, какие-то вот, знаете, сюжеты будут вас связывать с этим человеком. Но из тишины этот мужчина точно выйдет. Даже если на сегодняшний день он рассматривает вариант, а может быть, все забыть, да. Может быть, как-то вот я этой женщине не особо, да, приглянулся там. И не стоит там, знаете, бить копытом, да. Не стоит там особо, там, разгоняться. Но я вижу, что сама судьба как-то вас и столкнет еще не раз. И вот с каждой вашей встречей некое увлечение этого человека вами, оно будет увеличиваться. Твои действия, ой, девочки, тут же, но действия будут, действия будут. Нравитесь в этом мужчине, очень нравитесь и притягиваете. И нравитесь вы ему прямо как мужчине, женщина. И все вот здесь, знаете, ну вот, любовь, бесстрастия, она ведь никуда. Но вот здесь есть все, да, есть вся палитра чувств. И очень даже где-то страсть может толкнуть на какие-то очень даже такие поступки непредсказуемые на сегодняшний день. Но да, здесь будут очень активные действия, да. Потому что некий пожар, он уже горит. И как вы где-то вот, нет-нет, да мельком об этом мужчине вспомните, так и этот мужчина все чаще и чаще вас вспоминает. И вы знаете, если бы вас не сталкивало, да, можно было бы переключиться на что-то иное. Но здесь я вижу, что судьба будет вас сталкивать с этим человеком. И некое, знаете, здрасте, до свидания перерастет в нечто большее. Ну хорошо. На сегодняшний день, сейчас, что этот мужчина желает вообще? Чего хочет от вас, да? Ой, боже, я вообще завис. Я вообще, вообще с ума схожу. Ну так она мне нравится. Просто, просто любуюсь ей. Ну вы знаете, этот человек прямо, ну завис на вас. Нравитесь. Я вижу, что вы прямо, вот действительно, мужчина, ой, он прямо готов. Смотрите, чего он хочет. Но любований мало. И долго вот это любование, оно не продолжится. То есть здесь начнутся активные действия. По королю Пентакли, вы знаете, ну этот мужчина, здесь даже не то, что ухаживать, здесь прямо, ну видеть хочу, да, встречи какие-то. По колесу фортуны этот мужчина желает развития вашим отношениям. И действительно желает вот вас все-таки как-то вот захватить ваше внимание. Да, здесь человек определенно имеет ресурс, имеет желание и мерить намерение проявляться к вам. И здесь то ли еще будет. Опять вышло колесо фортуны, как некая энергия, которая не прекращается. И вот здесь идет, вот знаете, как вечный двигатель. Чего желает этот мужчина? Чтобы ваши отношения вошли в состояние вечного двигателя. чтобы ваши отношения не заканчивались. И да, здесь как бы для начала, да, из состояния повешенного нужно выйти из состояния повешенного. Здесь будут проявления от мужчины и очень даже эти проявления вам понравятся. И вот я вижу, что прямо по колесу фортуны будет продолжение. Хорошо, на сегодняшний день эмоции со стороны этого мужчины по отношению к вам. хорошенькая такая. Вы знаете, это очень такой уверенный в себе человек, но вы знаете, как-то не то, что даже нашли к нему подход. Здесь просто чувство простилает вам дорожку. То есть, вы этому человеку сильно нравитесь и вам позволено больше, чем другим женщинам, чем другим людям в общем. И здесь человек очень даже готов, чтобы вы внесли какие-то определенные коррективы. Вот ваши отношения, чтобы вы выстраивали то, что вам нравится. И здесь, конечно, я вижу, что этот человек готов сдаться в плен. Да, да, такая женщина может покорить и вы уже его покорили. Нравитесь этому человеку даже очень. Вообще-то, он считает, что такая женщина, как вы, она вообще мужчинам сильно нравится. Но вы такая требовательная, вам еще нужно соответствовать. И если что, да, вы тоже умеете гаечки подкрутить. Такая уверенная, такая сильная, яркая женщина. Да, украла сердце, его эмоции. Боже, вообще, одна такая вот в моей мысли все захватила, заполонила все мои мысли и прямо, знаете, вот вообще из головы не выходит, вырвало мое сердце и все, все, здесь просто, просто караул. Ну, нравитесь очень. И я вижу, что здесь вот большую долю играет некое ваше поведение. ваш характер, правильный первый ход, правильный первое какое-то ваше поведение изначально было очень правильным. И здесь есть момент, ну как так, почему вот, почему вот она для меня сейчас прямо одна. Как не поверни, как не покрути, вот эта женщина украла мое сердце. и здесь есть некая констатация факта, то есть этот мужчина очень даже признает, что он безумно вами увлечен, что вы зацепили его. И из этой, вот знаете, из этой вспышки интереса ему хотелось бы продолжение. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, какие мысли не дают покоя? Что вы решите? Что вы решите? Да, дадите ли вы ему шанс? Решение за вами. Какие мысли не дают покоя? Это будет, знаете, вот так в тот момент какой-то, это будет потеря или это будет счастье? Что решит эта женщина? Ну, вот от вас зависит. Вы будете решать, как будет, да, давать ли ему шанс? Здесь мужчина прямо вот видит некую возможность на счастливые отношения с вами. Вот, ну, очень приклянулась, очень понравилась женщина. И вы знаете, да, он видит вас такой женщиной очень гордой, которая держит свою жизнь в руках, да, которая не позволяет собой управлять, а очень такая независимая, и ему это нравится. Ему нравится ваша особенная женственность, особенная сила женская. И здесь, конечно, решение за вами, но вот этот мужчина счастье попытает однозначно. Он готов все двери закрыть, чтобы вы дали ему такую возможность, чтобы вы дали ему вот возможность на вот отношения с вами. Здесь от человека будут действовать. Все-таки тут Пентакли показывает, что ну, все возможно, и мужчина думает о том. Все возможно, все возможно, да, и вот счастье стоит попытать. Вот так вот, такой вот у нас сегодня первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, буду очень-очень рада. А мы продолжим. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. ой-ой-ой-ой-ой-ой. что ж так? Что ж там, девочки, мои дорогие. Ну, на сегодняшний день вот второй вариант. Не все спокойно. Вот так вот скажу. Не все спокойно, и все прямо горит, и хочется вам позвонить, хочется с вами выйти на связь. Очень вероятно, что у вас какая-то тишина с человеком. Возможно, где-то какая-то произошла ссора недомовка или в общем да вот как-то вот вы знаете было захлопнуто какая-то дверь даже так может проходить сильное очень притяжение у мужчины вы знаете мысли такие горячие такие обжигающие какие-то вот хищный хочется вот что-то о вас знать как-то контролировать вашу жизнь вообще да вот хочется контролировать вашу жизнь а с другой стороны по старшему аркану села так хочу чтоб позвала так хочу да я такой вот важный я такой строю из себя такого хитрого такого мощного охотника но на самом деле я так хочу чтоб позвала и здесь конечно я вижу что ну вот сейчас какая-то вот неспокойная очень энергия потому что вот эти хищные птицы которые несут огонь это тоже знаете некая такая кипящая голова да то есть это очень много каких-то мыслей разбирает буквально на слова на буквы какое-то ваше общение крайней скажем так возможно это была какая-то спорная ситуация или даже какая-то вот ссора произошла между вами очень может быть и возможно даже вот какая-то вот как тишина образовалась после какой-то определенной ссоры и вот здесь прямо вот какие выйти хочет с вами на разговор этот мужчина да как хочу что как хочу с ней быть хочу быть с ней но ну вот прямо вот эти горячие и такие обжигающие мысли какие-то неспокойные сильно хочет буквально знаете парить над вами видеть что происходит вашей жизни не то что у него не доступа возможно кто-то прямо знаете так в хлам поссорился где-то заблокировали там друг друга ну а вот прямо хочется парить и хочется что-то узнать что-то выведать да что-то выведать издалека как бы узнать что-то у вас ну и и вы знаете все-таки старший аркан сила показывает но все-таки сильное притяжение к вам сказать что не думает абсолютная неправда думает очень много и ему как-то вот больно сейчас буквально до сердце кровью обливается хоть возможно кто-то скажет да нет у него сердце но я вижу что сердце все-таки присутствует и кровь качает вы знаете что на сегодняшний день это человек где-то очень даже возможно рассуждал что вот ваши пути разошлись ему будет нормально ему будет спокойно но не вижу что вот нет не спокойно очень даже не спокойно прямо знаете так так совсем не спокойно ну давайте посмотрим еще что там с ним происходит сейчас что с ним сейчас происходит давайте посмотрим вот у меня так вот вот вроде бы человек знаете вот все у него вроде бы и хорошо вот прямо королем пентаклей вышел там вот где-то даже даже вот этот момент и это у меня есть я то у меня есть но возможно очень даже что его не радует то что у него есть сейчас что где-то даже и какие-то удачные сделки удачные какие-то моменты они не очень его то и радует вообще-то я вам скажу что этот мужчина конечно считает что он вот такой вот прям классный что он классный что у него так много есть но вы знаете вот эта змея конечно показывает что это человек имеет какой-то определенный замысел касаемо вас замысел здесь даже еще такая вот ситуация как я приеду возможно это человек еще и куда-то уехал до какими-то делами сейчас занят и как-то он отложил ваш разговор отложил вашу встречу возможно ожидает пока вы там успокоитесь возможно как-то сам думал что вот все пройдет да да все нормально все у меня гладко все у меня там сложится но сейчас это человек как поставил себе какую-то вот когда туда когда он выйдет с вами на связь покажи нам еще да да какой то вот как сначала начну до начнем сначала придет будет менять формат придет на примирение не может он без вас как бы он там вы знаете не подстраивался под ситуацию как бы он не увлекался какой-то работой да не переключался на что-то вот все-таки хочет с вами какого-то определенного обновления я вам скажу что это ссора может послужить вам и очень даже таким поучительным моментом потому что ваша ценность существенно возросла в глазах этого человека потому что вижу что он как-то знаете успокоился но и вместе с тем до осознание некое пришло пришло осознание что вы ему нужны и здесь очень не даже проходит что вот как вернуться откуда-то то есть это может быть момент что человек сейчас занят возможно куда-то поехал уехал но вот он считает что он вернется да он приедет какие-то вот свои дела порешает он вот тут точно вот к вам проявится здесь даже есть такой момент это некий сдерживающий фактор да то есть некий тот момент что вот и вот я вот как-то вот свои дела порешаю и начну к ней проявляться выйду с ней на связь вообще-то ты человек совсем вас не отпустил уж слишком как-то оказалось больно без вас уж слишком плохо без вас но я вижу что как-то вот сейчас нет возможности вот глаза в глаза то есть возможно человек действительно куда-то где-то вот есть потому что вот как вернется да и хочет выйти на связь ну давайте посмотрим еще как вы этого мужчина сейчас воспринимаете посмотрим такой то есть 50 на 50 некая чаша терпения она уже переполнена но все же но все же знаете какие-то вот размышления по поводу этого человека не есть как она будет вот 50 на 50 очень не проходит что прямо вот как ссора произошла ну вот интересно как он будет действовать но я конечно вижу что он или обидел вас или знаете как-то ну больно сделал и на сегодняшний день вы как женщина ну вот так в позиции определенной защиты хоть и знаете как-то вот заглядываете да оглядываетесь оглядываетесь на какую-то историю здесь очень даже могут проходить какие-то и самокопания да возможно я там чет в чем-то виновата я где-то что-то не так сказала но вот я вижу что некая ситуация ваша она переполнилась вероятнее всего что вот ссора между вами она вот оказалась вот тут той последней капли когда вот терпела терпела когда что-то в себе томила когда вот что-то хотела возможно где-то исцелить но вот какая-то была последняя капля и все да и все как-то захотелось высказать возможно захотелось высказать свои какие-то желания свои какие-то надежды свои какие-то ожидания ну вот я вижу что здесь ссора знаете не на пустом месте и здесь даже не причина самой ссоры а некое накопленное что-то было а вот эта ссора какая-то она оказалась вот этой последней капли когда вот выплеск пошел когда пошел выплеск но вижу что он как-то вы знаете мысли острые горячие как-то одно он не хочет вас отпускать этот человек не хочет вас отпускать что между вами покажи ну вот смотрите да здесь вот такая вот ситуация судьба вам еще дает шансы то есть здесь отношения можно восстановить можно развивать их дальше здесь очень даже эта история может стать поучительной и направить в отношении ваших правильное русло но тем не менее на сегодняшний в их состоянии королевы мечей то есть отсечили принять немножечко вот такой момент как еще определенного баланса для самой себя он есть мужчина завис то есть сам запутался в своей же истории до которую создавал и сейчас как бы взял какую-то определенную паузу какие здесь мне идет что вот вот я какое-то время до себе беру но вот этот человек он как в том моменте что вот он точно выйдет на связь он точно желает определенного нового этапа вообще ваших отношений колесо фортуны то есть далее еще будет то есть это будет еще развитие еще будет продолжение здесь еще будут столкновения разговоры и приход этого человека на разговор с вами это точно то есть да я вам скажу что некое время важную роль здесь играет если вы поссорились недавно то и восстановление отношений будет быстрым если же вы с этим человеком поссорились давно от него может прийти какое-то сообщение все равно желание выйти с вами на связь она здесь есть она здесь читается и вот знаете какие-то горячие мысли здесь как будто бы мужчина ищет предлога с вами встретиться будьте это какие-то документы до что-то он там где-то забыл что-то он там хочет вам важно и сказать то есть он как будто бы ищет сейчас предлога чтобы выйти с вами на какой-либо разговор а там как уже завертится так уже и будет да будет разбираться по месту но я вам здесь скажу что человек готов к наказанию то есть прекрасно осознает что где-то он поступила про нечего и хоть знаете в любой ситуации виноваты двое да но этот человек он устал уже без вас он устал вот от этого от этих мыслей до и от того момента что так или иначе я хочу ее видеть я хочу на нее смотреть и так хочу знать что происходит ее жизнь и я устал без нее мне без нее плохо мне без нее тяжело здесь прямо как человек знаете хочет чтобы его пожалели что вот ему так плохо жну ну вот просто караул да возможно он знаете как в размышлениях желает увидеть вот тот момент ну что вы как-то о нем скучаете да что-то о нем вспоминать вот ему очень бы хотелось узнать такую информацию выведать что-то но я вижу что вы как-то очень знаете сейчас прямо как погрузились себя и возможно об этом человеке не особо там и с подружками да с родными не особо говорите вот вы как-то немножечко в себе держите какой-то вот момент ваших отношений и какая-то информация все-таки этому человеку не особо доступно но тем не менее да я вот вижу что без вас очень тяжело ему ну давайте посмотрим дальше и так посмотрим дальше что он сейчас думает о вас что думаешь о ней давайте посмотрим веселишься да хорошо тебе пока я здесь печали на пока я здесь страдаю ей хорошо вот она мне сердце вырвало теперь радуется ну вы знаете конечно что он думает о вас нет вам замены девочки нет и быть не может и даже если первоначально думал что он может просто уйти захлопнуть дверь то сейчас осознает что так хотелось бы вот как-то эту дверь открыть опять мысли о вас очень много все бьют в одну точку сколько бы женщин не было вокруг вы для него золото вы для него особенная вы для него драгоценная и здесь человек даже думает о том чтобы вам подарить как бы вот свою вину перед вами загладить вот как бы как бы как бы ну какая то вот история все-таки вас связывает это как семечек как семечек так много приятных каких-то моментов нюансов поцелуев до какой-то нежности то есть человек человек вот видит вас для себя особенной драгоценной женщиной таким золотом которые невозможно отпустить невозможно отдать его хочется чтобы его ждали чтобы вы ждали чтобы вы как-то вот были ему рады скажем так ну давайте посмотрим еще давайте посмотрим что думает о нас мужчину ну по справедливости очень даже осознает и понимает всю остроту ситуации и в том что он да где-то был неправ тоже осознает но знаете немножечко есть тот момент что вот такое ощущение что хребет переломится на если придет простить прощение да вот такая гордость играет в нем гордость играет вместе с тем понимает что вы для него дороги но вот гордость играет я вам скажу что после ссоры был у человека момент желание как-то немножко проманипулировать это могло прозвучать какими-то фразами вот и еще увидишь да да я вот сейчас выйду я себе другую найду до каких-то таких как ты вот множество вокруг и везде но это была какая-то ложь самому себе вот это была ложь самому себе почему потому что вот другой все таки не надо хоть возможно знаете вот какая-то и ссора произошла знаете не на пустом месте но вот я вижу что другое не надо что все таки вот эта ситуация да вот какой каких-то разборок вот этих и вот этих этот момент манипуляции знаете желание было как-то вас побольше скажем так что-то сказать вот такой побольше сказать сейчас сильно жалеешь за какими-то словами которые были произнесены и чувствует себя немножечко как в тупике в ловушке какой-то ловушки который сам создал нас создал своими словами создал вот эту ловушку и сейчас вот не знает как выйти из ситуации он даже готов выйти вот в нулевую точку то есть начать что-то сначала ну да в полной мере в полной мере вот какой-то момент знаете начать сначала что думает о вас сейчас вздумает но красивая женщина умная и мудрая и на сегодняшний день вы знаете ситуация сложилась так что вы очень даже знаете его и самые лучшие качества и какую-то вот скажем теневую сторону то есть возможно вы знаете этого человека как никто другой неожиданно он возможно вот показал себя во всех своих обличьях и как-то сейчас думает о том что он сгорячил что он как-то вот вспылил скажем так что не надо было да потому что вот на самом деле истина в том что вы им очень нужны и вот как-то вспылил и а вот сейчас как приходится отвечать и никто кроме вас не знает какой он настоящий вот вы единственное смогли его рассмотреть мужчина хочет с вами поговорить но понимает что вы как никогда справедливость сейчас в отношении к нему что вы как никогда вот сейчас стоите на своем да и ситуация между вами чрезвычайно страх окна лезвие ножа и действительно как 50 на 50 будет ли продолжение дальше потому что вот здесь конечно я вижу что не было в планах показывать какую-то вот свою другую сторону скажем так но в этом каком-то скандале в этой ссоре вот выплеснулась вот некая его вот скажем так то что он хотел спрятать что-то он сказал наверное знаете то что сейчас осознает что где-то возможно вас ранил чем-то наверное ну что же решение принято на встречу до решение принято с вами встретиться и вот как-то знаете вот ту не ниточку которая была разорвана все-таки связать возобновить отношения хочет человек да прекрасно осознает что где-то вот какой-то мостик между вами рухнул и очень многое когда придется начинать сначала этот человек рад бы и вас отпустить но не может не может прекрасно понимая что легче строить отношения с нуля чем отношения после каких-то разрывов ссор скандалов и вот сейчас ситуация вот сложная но вот отпустить вас нет нет потому что ну вот нет такой другой давайте посмотрим вот думает он о том чтобы к вам приехать прямо и здесь до проходила что как вот приеду да и вот как объясню и вот здесь размышления о том чтобы приехать к вам ну вы знаете он конечно надеется что некие нежные чувства у вас еще есть к нему что еще не все угасло не все потеряно надежда конечно очень такая хлипенькая да очень такая нежная и здесь нужно вот действовать предельно осторожно потому что вот как чтобы вас вот не спугнуть чтобы вас не потерять окончательно но здесь у него прямо вот такое волнение и с одной стороны боится поспешить до с другой стороны боится опоздать когда же вовремя когда же будет тот подходящий момент здесь прямо размышление к вам приехать очень вероятно что для кого-то прямо на ближайшие дни проявления могут быть все-таки колесница показывает очень быстрое время проявления ну что ж давайте посмотрим дальше и так на сегодняшний день как воспринимает ситуацию между вами он ждет он буквально ждет постучи не шагу назад уступать как-то уходить из вашей жизни этот человек не намерен но попажу пентакли это момент ожидания и наблюдения за вами очень вероятно что это человек из каких-то чужих аккаунтов заходит на вашу страничку интересуется чрезвычайной вашей жизнью где-то просматривает и странички ваших подруг ваших каких-то коллег в надежде где-то что-то о вас узнать или же не узнать это тоже результат потому что самое страшное зрелище для этого человека сейчас это увидеть где-то какую-то случайную знаете фотографию или случайно истории да там где вы с кем-то танцуете смеетесь да или там хорошо проводите время и у вас все шикарно где-то этот человек очень опасается вот именно таких вестей что пока он там медлит пока он там засаде сидит размышляет как ему быть страдать или все же до переломиться и прийти к вам вот все таки опасается что вот как-то уже скажем так святое место пусто не бывает ну вот сейчас такая ситуация наблюдения и ожидания по восьмерочки жаза вы знаете этот человек понимает что для него какая-то вот знаете увеличивали увеличились какие-то требования к нему то есть он усугубил свою ситуацию и здесь сказать что он как-то ну он понимает что возможно между вами сейчас прямо вот непростые отношения где-то возможно он даже считает себя заложником ситуации вообще что его никто не понимает и что вы должны его понять простите вообще но как-то и понимает что он как-то сам усугубил ситуацию отпустить вас нет отдать нет вот вот нет вот ровни нет и замены нет и быть не может и все-таки знаете как-то пометавшись желание вот дотянуться именно к вам ну давайте посмотрим еще все-таки выходит что действия быстрые нам выходят все-таки приехать все-таки выяснять с вами как-то отношения давайте посмотрим итак шаги этого мужчины пока листу фортуны очень даже очень даже вереница вереница каких-то действий будет желание закрутить с вами все опять до дать движение этим отношением вы знаете какая ситуация здесь конечно вот вышла ситуация решение принято действовать по отношению к вам поджидается какой-то нужный момент но вот движение к вам она действительно есть вот это и в этой колоде туз мечей он показывает некую ситуацию как бы вы лишь обезоружили его вы лишили его возможности как-то вами манипулировать очень вероятно что ваша ссора подразумевалось что вы как-то будете его звать опять потому что и здесь то есть вот тот момент что хочу чтобы звала то есть некий момент манипуляции он прослеживается вот в этой ссоре очень вероятно что этот человек все-таки где-то переоценил до свои возможности и недооценил ваши где-то этот человек считал что ваша любовь настолько стабильно что вот ее как-то поворошить и не может ничего и как-то знаете немножечко обнаглел перегнул палку вот я вижу что вот данная ситуация она лишила его возможности вами манипулировать наоборот вы занимаете вот сейчас в этих отношений первое место и сейчас будет так как вы хотите и вот я вижу что да он готов как бы снова упускай будет так как ты хочешь пускай все будет как-то ты хочешь чего ты хочешь так и будет лишь бы вывод стали опять к нему благосклонны на сегодняшний день желание этого мужчины по отношению к вам ну вот прийти к вам прийти приехать объясниться в чувствах потому что сейчас эти чувства прямо в нем томятся и не дают ему покоя он уже сам себя наказал понимаете в этом случае второй расклад человек сам себя наказал потому что имея чувство к вам понимаете решил как поиграть решил как-то вот где-то нарушить свое личное спокойствие и я вижу что здесь конечно идет вот момент я как бы сам уже себя наказал предостаточно чтобы ты сейчас не говорила какое бы ты испытание мне не придумала вот мне уже все равно потому что вот без тебя безумно тяжело и здесь я конечно вижу что вот желание этого человека выйти с вами на связь и да и вот по рыцарю чашу объясниться со своим с чувствами и так эмоции мужчины по отношению к вам сейчас луна старший аркан сила и старший аркан и десяточка воды девочки смотрите ну ему как открылась правда понимаете для него как вся ситуация прояснилась где-то возможно в некой тишине расстояние между вами это человек то себя как-то осознает знал и понял что вы вот та женщина которая ему нужна для счастья и другой не может просто быть к вам притяжение вас и желает с вами быть хочет и старший аркан луна конечно показывает сейчас что вот образовалась развилка образовалась некая вариант настая эту вариантность по сути этот мужчина возможно создал сам и оценить можно только то что ты упустил то что где-то растерял вот здесь я вижу что возможно где-то упустил упустим вас это человек по-настоящему смог оценить вашу любовь и ваши отношения не вы знаете чувство к вам чрезвычайно сильные и желание будущего с вами по десятке воды чтобы вот все как-то вот мечты а вас все таки у этого человека но сейчас вот это мучительное состояние особенно по вечерам особенно в темное время суток я бы здесь сказала что здесь мужчина как бы и среди ночи просыпается и думает о вас и не может замкнуть глаз мучается вот действительно человек как-то мается без вас переживает ну давайте посмотрим какие мысли не дают ему покоя четверочка мечей тройка кубков и семерка пентаклей вы знаете вот в этой тишине понял что такое счастье да что такое праздник что такое радость понял в какой-то тишине соскучился этот мужчина по вам ждет он встречу с вами знаете здесь даже идет такой момент неожиданный результат то есть он не ожидал что сложится вот так не ожидал где-то думал что он пройдет этот момент легко но тишина оказалась слизко слишком тяжелый и вот неожиданные результаты не знает он что теперь и ждать это что посеял то пожнешь вот нехорошие насеял сейчас пожинает человек хочет с вами примирение и возможно очень что через каких-то близких людей что-то сейчас о вас узнает и интересуется вспоминаете ли вы о нем знаете вот хотите ли вы его видите но здесь прямо желание нарушить тишину потому что вот пришло время пришло время нарушить тишину здесь человек придет на на контакт ну давайте посмотрим что ты хочешь сказать вот здесь я прошу потому что явно идет момент что пришло время выходить на контакт пришло время выходить с тишины до что хочешь сказать ей вот хочу правильных слов хочу подобрать правильные слова что правильно все объяснить да потому что луна потому что какая-то неопределенность не только в ваших отношениях но и в жизни без вас какая-то неопределенность в жизни потому что вы любимая потому что вы любимая женщина от того и неопределенность жизни и незачем что-то искать потому что лучшее уже найдено но знаете из-за каких-то вот опрометчивых и глупых поступков поставил под риск свое счастье вот такой вот у нас второй вариант ставьте лайки подписывайтесь на канал если понравилось я буду очень-очень рада а мы будем продолжать итак давайте посмотрим третий вариант и так третий вариант если вы слышите что информация о вас резонирует интересно смотрим нет выбирайте пожалуйста другой вариант или другое видео и так что между вами сейчас здесь прямо идет ситуация что в жизнь как что-то вмешалось и нарушила порядок да и нарушила баланс что между вами сейчас в полной мере много мыслей о вас мужчина много о вас очень думает много думает о вас вот какая-то ситуация знать как вмешалась на сегодняшний день я ситуация вот вы знаете как то нет нужного результата старший аркан мир конечно показывает что можете быть на расстоянии с человеком на расстоянии вот именно это расстояние как вмешалась вашу жизнь какие-то обстоятельства вмешались в вашу ситуацию ваши отношения мужчина думает о вас сейчас вот я бы сказала если первый вариант у нас очень проходило как новое знакомство здесь прямо проходит ситуация что и существовали отношения они были они вот знаете как некая свеча была зажжена но некие обстоятельства знаете как изменили течение вот ваших отношений давайте посмотрим итак что сейчас между какая-то преграда стоит между вами общение есть на она как на расстояние да то есть это вы как и видите друг друга но не в живую есть момент искажения есть момент искажения человек размышляет о том правильно ли он поступил и что он как что в итоге выйдет что в итоге получится но смотрите давайте посмотрим на расстояние люди на расстоянии люди ли ой прямо как украли любовь как украли любовь то есть знаете как счастье как все счастье любовь все было все было хорошо но идет какое то прямо вмешательство на как выдернули какие-то обстоятельства сказать контракт очень возможно как не выбирал человек до куда ехать или куда идти ну то есть как выдернули как выдернули из отношений вот сейчас отношения есть здесь между людьми очень даже все хорошо если бы еще не расстояние то есть очень вероятно что люди как давно не виделись в силу обстоятельств но люди как ощущает и понимают что такое прикосновение друг другу очень вероятно что не то что знаете вот там отношения здесь прямо взаимные и любых здесь мужчина любит женщину женщина любит мужчины все у них очень даже хорошо да вот между ними но вот как время идет время упускается время теряется какая-то тоска печаль под друг другу и вообще знаете вот момент такого вот как обратная сторона любви тоски много вот много тоски много мысли о вас много тоски и как знаете как какую как что-то знаете как какие-то как крошки да то есть общение какие-то вот возможно и видеосвязь есть но вот этого мало этого мало возможно это делаю какие-то вот поездка делового плана здесь может проходить знать как неожиданно что-то вот выдернули человека возможно это какой-то контракт или обстоятельства общего плана напряженные когда человек вынужден до поехать куда-то что между вами сейчас трансформация близко трансформация близко возможно здесь девушка как-то переживает ревнует мужчину своего не то что ревнует нам задается знаете какими-то вопросами потому что ну ну нужно бдить нужно здесь такая смешная ситуация здесь женщина бдит по-своему мужчина по-своему но и из ситуации некий корень в том что люди на расстоянии вот вы как-то возможно размышляете не засматривается ли он там на какую-то коллегу именно ли на какую-то женщину а он со своей стороны так вообще значит вообще очень переживает ревнует потому что вы знаете вот одинокие люди вроде бы и в паре в легивые чувства и любовьтесь но люди сейчас как одинокий друг без друга и никакая дружба никакие подружки вот не заменят чувств не заменят а чувство здесь есть чувство есть и ждите праздника ждите хороших вести они придут они будут и какой-то вы знаете ситуации когда мир только для вас двоих перемена большая ждет вас тоже в этих отношений счастливая перемена все будет хорошо знаете в силу вот этих обстоятельств у вас как будто бы и я не знаю что говорить на не знаю что ему говорить он не знает что вам сказать вашим ваше мире вашей жизни как-то немножечко знаете разъединились и сейчас жаль и страшно потерять что-то вот особенную какую-то связь между вами а я вижу что вот связь знаете это все какая-то вот это все опасения какие-то пустые опасения потому что вот вы окажетесь рядом между вами все вспыхнет все будет гореть ярким пламенем все будет очень хорошо и даже вы знаете я вижу что да возможно люди со стороны вот этот момент чтобы длительное время на расстоянии с этим человеком наблюдение на что из этого получится вы удивите людей окружающих потому что у вас все будет очень очень хорошо и мужчина ваш любимый приедет и приедет вы знаете по аркану шестерочка жазла как знаете как победитель да и удивите шестерка жазла также показывает что вы удивите да это будет какой-то определенный восторг у людей окружающих от того что вот вы смогли свои чувства сохранить развить да и и вот как-то держитесь друг за друга и ваша любовь от этой ситуации расстояние только стала крепче но я вижу что здесь все будет хорошо хоть на сегодняшний день у вас так много каких-то мелких и больших тревог вам так не хочется быть в каком-то ожидании то хочется вот такой яркости хочется вот чувств до любимую мужчину рядом а вы как знаете смотрите в зеркало и ну печаль немножко печаль какая-то вот и тревога и печаль как знаете каждый раз смотрю в зеркало каждый раз одна 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 тяжело тяжело знаете как хочется хоть хоть на несколько дней хоть как-то вот разбавить вот эту ситуацию хоть чуть-чуть да ну вы знаете я вижу что вот сейчас как-то чтобы не предлагали как-то вот ничего не радует вот такая немножко ситуация но я вижу что и иван как-то и вот вашему мужчине тоже очень тяжело сейчас но это временное состояние она пройдет хочется поскорее но я конечно вижу что здесь вмешательство их не есть люди которые так или иначе вмешивается задерживает ситуацию что думает мужчина о вас сейчас ой вы источник наслаждения вы любимая женщина вы вы вообще вы такая шикарная женщина просто и рыцарь земли показывает так жду вот этой встречи с тобой я жду встречи с тобой и вы знаете вы вот вот прям необходимо этому человеку вот что он думает вот вы просто хочется буквально под ваше одеяло и вместе с вами ну вот это буквально и просто не отпускать не отдавать и вообще просто просто жить и дышать вами просто невероятно хочется прямо закрыть глаза понимаете чтобы вот максимально вот что вы были в его объятиях и максимально прочувствовать вот этот момент я вижу что очень скучает мужчина прямо ну очень такая любовь я вам здесь даже скажу что этот мужчина как-то все знают что вы есть у него понимаете то есть здесь есть моменты не то что как-то углубленные какие-то разговоры но все знают чтобы у него есть что у него есть любимая женщина что у него есть та женщина которую он стремится до которую он очень сильно любит вот то есть это не тайна это вот то окружение там где он сейчас будь это какие-то контракты какая-то вот ситуации которые так или иначе вот на сегодняшний день так вас отдалило друг от друга вот знают вот в его окружении чтобы у него есть что о вас его мысли да и такой он задумчивый бывает потому что думает о вас и это любовь она знаете как как я от проникла в кровь проникла вот в кости проникла вот во все его есть твой и и любовь да а нам вот здесь очень сильно и конечно этого мужчины ну давайте посмотрим что думает мужчина вас сейчас ой встречи желает с вами знаете такого радости праздника ну вот прямо встретиться с вами хочет думает о том как вы сейчас где вы сейчас чем вы заняты что происходит вообще вашей жизни очень даже ему как-то хочется вы видать да в разговоре вывести вас на эту вот дорожку что за мужчины вокруг вас там возможно кто-то новый на работе появился какой-то новый сосед заселился да что там вокруг вас происходит так или иначе где-то что-то услышать какую-то информацию с одной стороны с другой стороны он понимает что если вы что-то такое скажете да что вот он у нас появился там симпатичный начальник еще там кто-то пришел на работу это мысли которые уже все вот это будет звенить у него в ушах и не давать ему покоя потому будьте знаете немножечко как-то снисходительны к вашему любимому человеку потому что но ревность ему буквально знаете звенит в ушах и он прекрасно вас знаете осознает и понимает чтобы такая молодая такая вся женственная такая вся сладкая такая женщина прямо ну вдохновение и на вас обращают мужчины внимание да и как из леса густого вы можете что-то не замечательно на вас смотрят вами любуются и конечно же вы знаете как там этот мужчина хочет чтобы о нем не думали чтобы о нем не вспоминали и чтобы вы ему что-то говорили вот ваш голос это для него прямо музыка и он хочет его слушать ну давайте посмотрим еще дай вот я завис и завис я думаю они вы знаете вот эта карта прямо ну очень ярко в этом раскладе показывает вот мысли этого человека ему хочется буквально к вам прилететь буквально прямо вот струны души просто рвутся и хочется прям к вам прилететь хоть на минутку посмотреть на вас соскучился мужчина очень сильно соскучился я вижу что возможно это человеке в обстановке такое да и как-то возможно нет нужных слов тех слов которые и вас вы поддержали да вот как нет нужного вы знаете посмотрим еще что думает о вас ну вы королева кубка вы краше всех вы лучше всех мы прекрасное прекрасное создание вы знаете он здесь прямо король кубка вы королева она моя пара и вот вот он знает что у вас тоже чувство к нему он это чувствует и он очень хочет вот сохранить между вами вот эту теплоту и эти отношения страх потери страх потери страх что кто-то уведет что кто-то украдет его счастье и но вы знаете другой стороны это человек прекрасно осознает и понимать для чего он уехал например или для чего он там где-то находится далеко от вас то есть есть некая идея есть некая задача до цели определенная у этого мужчины который он хочет достигнуть и до его немножечко тревожит мысли о том что он может вас упустить что он может вас потерять что где-то возможно некая цель да она не стоит того что вот сейчас вы на расстоянии с ним но с другой стороны вот этой некие цели они как будто бы ваши общие то есть возможно вы хотите жить вместе до или хотите какого-то лучшего жилья если вы уже в паре в такой вот серьезной но эти некие финансы они как будут пущены на развитие ваших отношений да и он хочет быть императором он хочет быть знаете хозяином жизни он хочет иметь все да и своей любимой тоже да королевство царство и свои победы стелить к ногам силы много-много силы и много знаете таких замыслов интересных у этого мужчины вообще там ночная очень классная энергия такая мужественная с одной стороны с другой стороны это такое вот и ревность немного есть и такой момент что вот мужчины они все знаете они все как-то одинаково на вас что вы всем нравитесь и они все вот есть определенный момент что нельзя никому доверять до что касается вот личной жизни здесь ну вот такая прямо мужественная энергия возможно он не находится таком окружении где в большинстве мужчины да и вот такой момент конкурентной какой-то вот такой среды которая делает его более мощным более зрелым более таким устойчивым вообще по жизни вообще-то очень такой хороший ресурс в человеке и вы знаете что ну вон он такой вот прямо хозяин жизни а вы а вы его белая птица а вы его мечта вы его звездочка а вы это прекрасная фея которая ждет его где-то там где-то там которая и есть его счастьем которые и есть его целью это та женщина которая освещает самую темную ночь да и вообще которая является вот и загадкой его души да почему она почему она так дорога почему она так мила этого мужчины большущие планы насчет вас знаете планы которые мало жизни чтобы все воплотить так сейчас сильно не хватает дороги закрыты знаете сильно не хватает а вы прямо ассоциируетесь у него с дома вот прямо как домой хочет человек до сердце рвется хочется вот к вам хочется вот прямо знаете в уют в добро в нежность ну вот вот вы у него и ассоциируетесь дом как ниточка такая знаете прекрасная которая связывает вот со всем самым лучшим жизни вот вы у него такая у него такая знаете человек хоть и мощные может быть даже внешне очень крепким человеком который может перенести очень даже такие стрессовые ситуации даже вот в нынешней ситуации может находиться в каком-то скажем так в какой-то острой ситуации до какой-то вот такой как сопряжено сейчас какой-то опасностью возможно но и вы знаете ничего этого человека сломить не может а а вот почему-то как за вас держится знать за ниточку держится человек вот все может выдержать и все может выстоять а вот вот как-то надежда какая-то с вами связано очень сильно то есть вы как ниточка поддержите его вдохновляет этого мужчин и может выглядеть очень таким крепким смелыми стрессоустойчивым но вот до тех пор пока сердце полно любви ну вы знаете да прекрасно осознает человек что все может выдержать только ну вот не разлуку с вами то есть это очень тяжело как потерять вашу любовь это очень очень тяжело для него потому что вот чувство прямо настоящие осознает понимает и готов ценить да потому что и думает о будущем с вами думает о вас как о той женщине которая вот единственная для него вообще женщина которая есть им солнцем и есть им будущем этим прекрасными есть некие мысли сознательные а есть нечто подсознательные которые так или иначе до приведет этого человека к вам приведет а знаете успешным приведет его сильным приведет его тем мужчиной которого вы любите и который будет строить с вами будущее итак смотрим дальше на сегодняшний день как мужчина воспринимает ситуацию между вами как воспринимает но это любовь да ну девочки только посмотрите вот прямо мне проходит что и здесь до любовь и все хорошо и отношения и как что-то вырвало да как вырвало как некое как что-то вмешалось так и здесь я вижу что вот мужчина прямо сильно любит и сегодняшняя ситуация то что вот сейчас сильно расстраивает понимает что и вы сильно расстроены и вы сильно расстроены как-то вы знаете как выдернули из любви из отношений как выдернули как вынуждена им какая-то поездка вот прямо идет как вынуждена я сейчас не с ней вынуждена но вы знаете и рафан все таки покровительствует вашей паре покровительствует вашим отношениям и обязательно создать ситуацию когда этот мужчина придет к вам и все будет хорошо это действие от этого мужчины на ближайшее время колесо фортуны очень хорошо действие много действия классные все отлично все отлично вы знаете через какую-то перемену старший аркан мир вообще три старших аркана действия будут и очень активный но прямо через какую-то перемену старший аркан мир этот мужчина очень хочет с вами объединение и вижу что перемена какая-то будет очень такая кардинальная шестерка мечей через какие-то испытания мужчина придет к вам вот да как вернется как вернется по восьмерке чаш оставить что-то вот позади да и придет к вам до чтобы остаться с вами навсегда чтобы быть с вами всегда вот такая вот перемена и я вижу что да через шестерку мечей то есть то какие-то как одно за другим одно за другим но этот мужчина так или иначе каждый его шаг приближает к вам ситуация уже идет на некое разрешение и я вижу что как что-то оставит позади и придет к вам для обновления для вот знаете счастья для любви для для объятий для для общих утренних завтраков да вот вот это все будет на это все будет для того чтобы ваш мир достал одним на двоих сейчас желание мужчины по отношению к вам его планы на вас нам вообще сейчас чего он хочет от вас чего хочет ну вы знаете здесь не то что хочет здесь идет момент я сделаю все чтобы мы были вместе вот здесь иначе ситуация звучит этот человек не ждет каких-то чудес он не ждет каких-то знаете снисхождение от кого-то он как-то вот берет ситуацию свои руки и знаете как и некий замысл некое желание я сделаю все чтобы мы были вместе чтобы вот она была счастлива в моих объятиях и чувствовала опору да и чтобы мы были вместе ну отлично давайте посмотрим дальше и так эмоции мужчины сейчас устал от наблюдения до устал от разговоров устал от наблюдения хочу как раньше раньше вот устал от этого какого-то знаете от наблюдения от каких-то разговоров вот устал хочу как раньше вот такая прекрасная ты такая прелестная да а я вот где-то ты меня ждешь почему-то знаете как немножечко такая вот ну вина что ли что вот он как-то не может к вам прийти его эмоции боже вы знаете такое такая вот буря эмоции и как со стороны в сторону с одной стороны вы та женщина которая дарит наслаждение которое вот желанна для него которую он буквально знаете как по девятке воды опять и да то есть эта женщина который есть все которая вот нужно мне безгранично и ситуация вот сейчас какая-то холодная вот прямо знаете как надоело переписываться надоело звонить хочу обнимать хочу любить хочу прикасаться хочу быть рядом хочу быть вот рядом с тобой и все и на сегодняшний день я не могу сказать вот прямо знаете как вот хочу как раньше и лучше хочу даже лучше чтобы было все между нами его эмоции двойка воздуха знаете как то все сейчас холодно все сейчас как-то холодно нет прикосновения очень сильно вас не хватает сильно не хватает давно как то вот возможно не виделись ну там вот прямо тону в своих чувствах как-то пока что да не в силах вырваться из этой с данной ситуации и вот мечтаю до мечтает и для меня вот самое самое важное такая знойная такая красивая такая женщина просто просто огонь до некий твой шарм просто сводит с ума вот вот женщине присущи вот эта сексуальность вот эта элегантность так хочу прикоснуться нам просто невероятно хочу прикоснуться ты меня беспокоишь ты вот моя судьба ты мое наказание и моя награда ты так меня беспокоишь ты для меня вот такая вот такая прекрасная жар птица неуловимая женщина сейчас как хочу твоих объятий здесь прямо знаете просто тоска очень просто невероятное не да я вот опять колесница да как некий момент так хочу приехать так хочу быть с тобой рядом ну давайте посмотрим какие мысли не дают покоя какие мысли вот прийти к вам напрямую знаем мысли до мысли многое все бьют в одну точку чтобы вот идти уже к вам чтобы приближаться с каждым шагом к вам и здесь я даже вам скажу что у него есть какие-то хорошие вести которые он придерживает очень вероятно что это вести о его приезде к вам и он как-то вот эти вести придерживает очень даже можете ожидать какой-то неожиданного приезда этого человека до на день раньше на на несколько день раньше чем он вас предупреждает скажем так но здесь от него будут очень хорошие вести они как будто бы уже есть дома они как вы скрывает чем мужчиной для того чтобы усилить сюрприз но я вижу некую на приближающаяся радость нам приближающиеся хорошие новости вот такой вот у нас сегодня расплат ставьте лайки подписывайтесь на канал пусть лучшее из этого расклада исполнится вашей жизни пусть счастье и радость наполняет ваш дом пусть смелый благородный и любящий мужчинам будет с вами рядом на этом все до новых встреч